Посмотрите, кто травит население Невьянска. Эта женщина, она торгашка. Она торгашка. На кого работаете? Кто ваш хозяин? Вчера полицейские и общественники в Невьянске ликвидировали местную достопримечательность, которой успел стать здешний магазин, фактически в открытую банчивший паленым бухлом, водкой по большей части. Эта Невьянская наклонность дурного характера была давным-давно замечена за торговой точкой, которую малова приписывает здешнему коммерсанту Бердову, который потакал таким умонастроением, подчеркивая свою репутацию плохиша номерами 666 на своей новенькой Камре. Купленной надо думать на народное пожертвование. Хотя от торговли паленкой чаще среди местного населения случаются жертвы. Вы знаете, что от паленого алкоголя люди умирают? От непаленного алкоголя? Знаете или нет? Не знаю. Я глупая. Не знаете? Добровольцы народного контроля явились в этот рассадник, на который давно жаловались местные жители и давно пытались сковырнуть местные правоохранители, но пока безуспешно. И, как обычно, провели контрольную закупку. Им легче легкого продали тяжелый алкоголь, типа водки. В бутылках ничем, кроме этикеток, не обклеенных. Барыги поленились и пожадничали даже поддельные акцизные марки изобразить. Вскоре сюда по вызову, как положено, прибыла милицейская группа. Все, как положено, запротоколировали. Но неожиданно коса нашла на камень. Кроме того, что купили парни из народного контроля, больше никакого алкоголя здесь общими усилиями с полицейскими они найти не смогли. Попутно, но совершенно без усилий прямо на витрине, был обнаружен весьма специфический инструментарий для того, чтобы комфортнее предаваться другому вида самоубийственного порока. Чего это интересно? Бонги. Такие бонги курительные. Бульбуляторы и трубочки – это чисто растаманская побрякушка для более качественного наркотического прихода от курения. Не скажем чего, чтобы оставаться в рамках закона. Ну а наличие такого уголка наркомана в магазине Беса с номерами 666 только крепче делает его репутацию барыги. Что же касается паленого бухла, то вышла некая заминка. Поначалу. Однако против опыта не попрешь. Невьянский загадочный сюжет «Народный контроль и тайная комната» закончился поражением трехшестерочников. И долго не могли найти, где же они хранят алкоголь. Но опыт наш, который позволяет нам отыскать самые глухие дыры, места, где могут спрятать водку. И пойдемте покажем, вот это туалет. Заходишь в туалет. Есть такая стенка. Ну конечно, фальстенка. Оп. И открывается дверца. А за этой дверцей вот такой склад. Какой у вас автомобиль или велосипед? На чем возите? На тачке. Пойдите сюда. Женщина! Вы куда побежали? Тоже сюда подойдите? Сюда подойдите? Вы в какой должности здесь работаете? Старший продавец. Так. И что как старший продавец часто бывает в данном помещении? Привереческий. Ваши обязанности в чем? Товар принимать. То, что вы разговоры принимаете товар. В итоге запасы здесь оказались вполне стратегическими. 154 бутылки, как бы и водки в ассортименте. Ну и для эстетов паленого коньяка. А также главного продукта фунфыриков со спиртом, отнюдь не питьевым, в количестве 2150 штук. Все это изъято. На кону стоит вопрос о возбуждении уголовного дела. Административные, так тем без вопросов. Сегодня мы помогли сотрудникам полиции города Невьянска, которые долгое время пытались закрыть магазин, по которому много раз проходила информация о том, что там торгуют незаконно алкоголем, безакцизным алкоголем. Наглые торговки всегда брали. Сегодня мы приехали вместе с Невьянским полицейским, зашли в магазин. Наш закупщик без проблем купил здесь бутылку водки, безакцизных марок. После начался осмотр помещений магазина. Самые жесткие меры будут приняты в отношении директора этого магазина, а также продавщица наглая, которая торговала, торговка, барыга, она тоже будет наказана. Но самое смешное это то, что гражданину Бердову все это ничем не грозит. Он всего лишь подставил свою родную мать, на которую вполне в духе трех шестерок оформил этот чертов магазин.